Ну, Наталья, во-первых, здравствуйте, во-вторых, не можем вам не сказать, что впечатляет. Как-то! Это столько! Вы вообще считали, сколько у вас экспонатов? Да, экспонатов у меня очень много, и с каждым днём они пополняются. Тогда так, вот есть экспонатов много, мы поняли, есть у вас самый первый, наверняка был самый первый, что это было? Это у меня по наследству бабушка передала мне рушник. Из него-то всё и началось. Сколько ему лет? Так, 120 лет. А самый ценный для вас экспонат? Самый ценный – это самовар. Почему? Какая цена с ним? Самый ценный по стоимости или просто с какими-то событиями, может быть, истории связан? С событиями связан. Самовар, ну, во-первых, это предмет, который объединяет семью за чашкой чая. Это самый главный экспонат, который участвует в экскурсиях в школе. Ну, и как бы, я думаю, что самовар – это признак гостеприимства. Наталья Леонидовна, вы сказали, что ваша коллекция с каждым днём только пополняется. Кто её пополняет? Кто вам помогает? Пополняют люди окружающие меня, добрые и внимательные. Вот это вот, допустим, чашка деревянная, изготовленная из твёрдых пород. Дерево и липы средней полосы России присутствуют как полоская роспись, подарена музею Антоновой и Ниной Михайловной. То есть они прямо дарят, не продают вам, вы не выкупаете ничего. Прямо с доброго сердца вот вам подарочек. Да-да-да. Домом бы выбросили. А вам пригодится. А мне пригодится. А тут всё пригодилось. И всё, вот, на пользу. Мы знаем, что ваш муж, кажется, из Кустанайской области. Да. Это Казахстан. Казахстан. Есть что-то из Казахстана, экспонаты какие-то? Есть. Например? Вот, пожалуйста. Костюмы. Костюмы. Национальный костюм. Дорогой костюм. Хорошное шитьё. Я думаю, пусть, как бы, какие-то у нас праздники, мы его наряжаем. Он Кустанайский хохол. Но костюм ему к лицу. А ну муж надевает его? Да-да-да. По праздникам. По праздникам. А вы в этот момент вот с таком. Да, у меня вот, пожалуйста, с таком. Я как бы дружного народа помню. Да, дружного народа. Ну и ребятишки подхватывают. Кстати, кто эти костюмы? Они современные. Видно, что они не состаренные. Кто их шьёт? Нет, нет, нет. Это современные костюмы. Мы делали проект с моими второклассниками. Это сейчас они шестиклассники. Вот. Мы, значит, что сделали? Я собрала большую коллекцию кукол. Мы видим. Большую, 106 кукол. А вот и мы просто пожелали, я им раздала журнал деткам своим. Они посмотрели, и как инициатива от родителей можно. Мы поучаствуем в проекте и сшили костюмы. Даже вы можете посмотреть на кукол и определить, какой губернии. Ну, это будет очень сложно сразу определить. Мягко говоря, разбегается глаз. Количество. Помимо самовара и всех интересных элементов, что у вас ещё есть? Так, у нас ещё есть денежный эпивалент. Немного занимаюсь нумизматикой. Коллекция камней. Затем коллекция картин, вот, которая тоже нужна учителю для проведения уроков. Это произносит искусство. Наталья Леонидовна, не секрет, что вы преподаватель начальной школы. Вы каким-то нетрадиционным для меня способом обучаете детишек алфавиту. Расскажите, покажите, как. Да, да, да. Значит, вот мои первоклассники. Что мы сделали? Мы с ними придумали. Давайте мы создадим сказку и придумаем алфавит в сказочной форме. Вот. Азбука в народных костюмах. Потому что у Натальи Леонидовны всё в народных костюмах. И потом азбука тоже получилась. Азбука. Да это что такое? Так, это содержание, где у кого какая буковка. Дети разобрали себе буковки, сочиняли сказки. Друзья, а вы вспоминаете свой алфавит? Сами стихи. Вот, ребусы и каждый ребёнок. Это каждый ребёнок отдельную буковку делал. Каждый ребёнок сделал свою отдельную буковку. Тоже в таком творческом варианте. Как будто отдел в костюмах. Это вы сами придумали или где-то подглядели? Сама. Такого я не встречала. А теперь вот есть. Вы участвовали когда-нибудь в конкурсе «Учитель года»? А такой просто есть, я вам хочу напомнить. У вас есть все шансы выиграть. Конечно. Потрясающе. Вы знаете, о чём жрец? Что почему вы не мой преподаватель? Приезжайте в гости и вас научитесь. С удовольствием. Приезжай во второй класс, садись в зоопарту и всё у тебя будет. Привозите своих детей. Спасибо огромное за эту экскурсию. У вас действительно здесь очень интересно. Я думаю, что деткам вашим тоже всё безумно нравится. И, вы знаете, мы же приехали тоже не с пустыми руками, потому что мы подумали, ну почему бы нам не пополнить ваш музей? У нас есть автор нашей рубрики «Рукопоп», которая учит создавать всё своими руками. Необычные вещички. Вот мы вам хотим подарить вот такой стаканчик витражной техники. Подсвечник. А, подсвечник, да. Витражник, там есть маленькая свечка. И тут наше небольшое пожелание. Спасибо. Это от нашей программы. Спасибо. Спасибо. Я вам очень мискома проформана. А можно? Муж непрерывной? Нет, нет, нет. Ой, какая красота. Всем буду показывать и всем буду говорить, что у меня в гостях были такие замечательные ребята.